Приветствую вас! По первому вопросу, который вы задаёте насчёт гормонов, здесь по первому вопросу вам психолог ответить, наверное, не сможет, здесь нужно скорее больше к врачу обращаться, вот, который вам ответит более добровольно, то есть, наверное, этот вопрос стоит переадресовать в раздел медицины, вот, это то, что касается гормонов, а то, что касается, значит, второго вопроса, значит, то ответ позитивный, да, значит, на второй вопрос, вот, в этом разделе ответ тоже позитивный, да, значит, так, на третий вопрос также ответ позитивный, значит, на четвертый вопрос, ну, это даже не вопрос, вот, значит, на пятый вопрос ответ позитивный, вот, при условии, что с девушкой сами отношения у вас будут, ну, такими доверительными, вот, вот, если отношения доверительными не будут, то ситуация просто может вас ещё больше травмировать, если будут отношения, вот, чисто ради секса, вот. Дальше, значит, ну, в принципе, всё, да, то есть, как бы, на ваши вопросы я ответил, значит, что хочу сказать, вот, на две вещи я хочу обратить ваше внимание, вот, на два момента, точнее, я хочу обратить ваше внимание. Первый момент, это то, что, вот, ну, хотите вы избавиться от своих, ну, пристрастий, да, прекрасных. То есть, если, если вы хотите избавиться от этого, вот, то я думаю, что это сделать можно, я думаю, что это сделать нужно, вот. Будет ли это сложно, но, на самом деле, вот, вы знаете, да, ист зависит от вас, да, ист зависит от вас, да, ист зависит от вас. В жизни человека, вот, и, соответственно, если, например, мы проанализируем то, что с вами было, вот, то, что с вами происходило, вот. Тогда, например, ваше, например, в детстве, то я думаю, что можно вас избавить от этого. Понимаете, здесь какая штука. Дело не в том, что вы отвыкнете и перестанете делать то, что делаете сейчас. Да. Дело не в этом. Дело в том, что вас, что вам это дает. Понимаете? Дело в том, что вам это дает. Очень правильно. Ведь сексуальное возбуждение начинается тогда, когда человек чувствует себя в безопасности. И если вы чувствуете себя в безопасности от того, от чего чувствуете, ну, от чего оно начинается, то логично предположить, что, может быть, вы и отвыкнете в том смысле, что перестанете к этому тяготеть. Но потребность сама по себе, потребность, она останется, никуда не денется. И что вы будете делать с этим? Что вы будете делать с тем, что вам в отношениях хочется чувствовать себя защищенным. И что делать с тем, что вам нужны вот достаточно серьезные такие вот личные, ну, личные, личные границы. Вам нужны достаточно серьезные ограничения. Что делать с этим? Что делать с этим? Это так просто не решение. Это психологическая работа. У вас это формировалось не один день, и я так понял, что даже не год это было у вас. И, конечно, с этим тоже можно и нужно работать, если у вас есть такое желание, конечно. Ну, еще раз повторюсь, что проблема здесь не совсем, ну, сексологическая, а проблема, скорее, больше психологическая. Потому что, как я надеюсь, вы поняли, что сексуальное желание появляется у человека тогда, когда он здесь у себя защищен. И возбуждается соответственно у человека то, что дает ему безопасность. А безопасность соответственно. То есть, вот, если вы, ну, если вы внушаетесь в безопасности, тогда внушает, что вы не уверены в себе, что вы чего-то боитесь. Что вы не полагаетесь, к примеру, на себя. Вот. Знаете, какая штука? Вот. 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 В том и... Включается. 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 Это первое, что я хотел сказать. И второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы говорите, что стоя рядом с красивой девочкой, я запрещал себе об этом думать. То есть, вы, получается, оценили девочку как красивую. И считаете, что красивая девочка не расстойна таких мыслей. Что эти мысли ее оскорбляют. Я не берусь сейчас, не берусь сейчас судить относительно того, что вы хотите, там, избавиться от своих предстоятельств. Это ваше право. Меня интересует вопрос вот такой, как у вас связана красота девушки и волосы предстоятельств. Далее вы говорите про влюбленность и про то, что когда были влюблены, то, соответственно, ничего вам, ну, вас не тянуло, вас не тянуло к своим, опять же, привычным предстоятельствам. Мне здесь хочется сказать вам, наверное, следующее. Это вопрос энергии. То есть, ваша энергия была направлена на что-то другое, например, на девочку, например, на чувства к ней, ну, я имею ввиду к девочке. И, соответственно, на какое-то время, ну, понятно, что желание ваше, оно ушло. Это нормально. Нормальная история. Вот. Но. 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 Стоит немножечко пройти времени, да, и ваше желание опять дадут вас узнать. И я помню то, о чем вы просили, я просто хочу сказать, что, как бы, не разобравшись с тем, что вам дает и почему у вас такие вот моменты есть, не разобравшись с тем, не поисследовав, это, вы можете не получить удовлетворение со своей девочкой в постели и, соответственно, вы все равно будете смотреть видео и получать удовольствие, получать наслаждение так. Вот. Вот. И в этом, наверное, на самом деле я не вижу ничего криминального такого, прям, вот, очень криминального не вижу ничего. Вот. Вот. За исключением столько вот тех моментов, что отношения ваши могут быть подпорчены. Вот. То есть, если вы хотите избавиться от своих предстрастий, если вы, действительно, как говорите, что вот хотите получить, получать наслаждение классическим способом. Кстати, почему именно классическим? Почему такая привязка к классике? Ну, это уже ваша, ваш выбор. Вот. Вот. Если вы этого хотите, если вы этого действительно хотите, то, мне кажется, вот имеет смысл посмотреть, что вам это дает. То есть, вот, поработать в этом направлении. Ну, вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. В принципе, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. И так. Я думаю, что вам понравилось, что успешно он себе и поделится. А.